Кажется 5 сентября 2011 года Там был политех, сейчас его загробим Вот этот огромный торговый комплекс Напротив вон там польский костел Не знаю точно как сказать, храм католический Мне это место знаменательно тем, что учился когда на архитектурном факультете В 78 году То где-то на пятом или на четвертом курсе я делал как раз проект вот этого места Это был мой студенческий проект, между прочим За который я получил аж два лауреатства На всероссийском и на всесоюзном смотре конкурсе Научно-технического творчества молодежи За этот проект За проект благоустройства, реконструкции Студгородка И в частности вот этого места У меня где-то хранятся значит эти какие-то там картинки И даже эти медали и дипломы Ну а спустя значит там 20-30 лет на этом месте построили вот такую Не знаю как характеризовать Короче говоря, меня немножко порадовало Что все-таки вот этот храм торговли, храм мамоны Ну я не знаю радоваться это ему или не радоваться Ну так или иначе он отгородил вот этот религиозный храм от политехнического института Который выглядывает вон там вон в проезде Дело в том, что когда не было вот этого монстра очередного вот этого торгового комплекса То получалось, что вот этот храм католический стоял и возвышался над политехническим институтом А студенты все, которые приезжают вот сюда вот на это кольцо, на трамвайное и вообще это как бы центральная остановка студгородка То все студенты практически идя в институт там все 20 тысяч студентов или сколько их там сейчас Вот они были осенялись, они проходили как бы под сенью вот католического храма Дело не в католичестве, а дело в том, что в религии Вот, все-таки я считаю, что научно-исследовательский институт, так себя сейчас обзывает политех Находящийся под сенью религиозного храма, это, извините, нонсенс Что я считаю антиконституционно Ну вот, ладно, я сейчас тут порисую, постараюсь рисовать быстро Итак, я сейчас по ходу буду рассказывать, что я делаю По-хорошему мешало бы это делать сразу во время рисования Но очень трудно совмещать болтовню с рисованием Хотя, конечно, я уже не раз говорил, что по сути дела я не знаю, как у других Но у меня объяснимо практически каждое движение Выбор каждого жеста, выбор каждого материала Я могу объяснить И, на мой взгляд, это очень важное, принципиальное Ну, для моего рисования качество Опять же, я не берусь говорить за всех Я делюсь только тем, что делаю я и то, что умею я Так вот, ну как, там есть приверженцы правостороннего рисования Правошарного, правополушарного рисования Левополушарного рисования В какой-то мере я готов с этим согласиться Наверное, так оно и есть Что, ну, конечно же, у человека одновременно работают и логика, и чувства, интуиция Что, от чего зависит, что первое, что второе Что, откуда вытекает Это отдельный разговор Но то, что мы можем неосознанно Именно неосознанно Потому что интуиция, я не знаю Навряд ли можно интуицию назвать чувственной Поскольку интуиция основана все равно на опыте Она основана на рефлексах Которые физически объяснимы А рисование, как любая деятельность практически человека Это все-таки какая-то совершенно независимая от сознания То есть от головы, от головы, не знаю Отнять у человека А все равно же он будет что-то делать Например, это курица Если, когда курицу голову и отрубает Она еще там может на ногах бегать по подвору Значит, все-таки что-то работает у человека В том числе Если у него отнять голову Что-то работает И вот это что-то работает И где это находится, я не знаю Но вот эти движения, которые я делаю Где осознанность А где какая-то просто совершенно Совершенно Такая спортивная что-то Натренированность А в спортивной натренированности Разве отсутствует логика Короче, все это настолько запутано Но, но я точно уверен Что те, кто говорят Что рисование, искусство Это не поддающиеся никакой логике Никакому объяснению, процессу и так далее Нет Не надо впадать в крайность Вот и все Всего везде помаленьку Просто я знал Человек Он вроде бы преподаватель Он вроде бы Ну, как бы авторитетный Там, заслуженный учитель Там Рисование И когда я пытался Его вывести на разговор О методике На разговор То, что я сейчас Пытаюсь объяснить Или попытаюсь объяснить То есть, осмысленности Жестов Движений Выбора красок И так далее Он что-то частично Мог объяснить Какими-то такими догмами Штампами Там На уровне Цветового круга Не больше Ну, как только Чуть-чуть выходило За рамки Вот Стандартных Штампов Рецептов Он тут же Терялся Ну, вот Человек Как такой вот Наверное, настоящий художник Вот И Махал руками И говорил Ну Чтобы это понять Надо талант иметь Я ему говорю Ну, ты меня извини Ну, вот ты мне объясни Сформулируй словами Вот Что такое Ну, там Ну, например Образ Или еще что-то Он говорит Ну, ты разве Не понимаешь сам Ты разве Ты же художник Ты же, говорит Хороший художник Ты должен сам понимать Я говорю Да нет Ну Я-то понимаю И я объяснить могу А вот как ты Ребенку объясняешь Как ты Человеку несведущему Объясняешь это А он Тогда уже говорит А это не объяснить Это не объяснить Для этого Нужен талант Все Ну, и я тогда Конечно Начинал сразу Сомневаться Его Сильно-то уж Педагогических способностей Ну, а что тут Если так на талант сваливать Кстати говоря У него была тоже теория Он преподавал в школе В известном лице И там Так сказать Прославленная была Эта группа Из-за кружок Этот Или там Из-за студия Она была Прославленная тем Что все-таки Там у них какие-то Регалии были И так далее И было Несколько Отметившихся Учеников Там на всяких Конкурсах Поступивших Нужно набрать Нужно набрать Десять человек Действительно Талантливых Ну, тогда Я ему говорил А в чем смысл Вообще Образование Это если ты Нужно набрать Нужно набрать А преподаватель на них не обращает внимания и учит в лучшем случае по принципу «делай как я» или «делай как лидер». А мне наоборот кажется, что может быть талантливых-то и особенно учить не надо, вот они-то могут как раз только смотреть, а они сильнее не учатся. Ну вот, это я к чему говорю, что объяснять каждое свое движение у кого-то считается... Да, мне так и говорил кто-то, а какой, говорит, ты художник, если ты вот все на математику переводишь? Ну и в том числе эта знаменитая фраза Пушкина из Моцарта и Сальери, да, что поверять алгебру гармонии, говорит, если не ошибаюсь, Сальери, и говорит это как бы с упреком. А я не знаю, надо перечитать, кстати говоря, и посмотреть, что там в контексте. А так ли Сукором, ну я не знаю, Сукором ли это говорит Сальери, а что вкладывает в это Пушкин, надо еще посмотреть. Поверять алгебру гармонии, ну а что, в этом, я не вижу ничего порочного, потому что, или гармонию алгебры, не помню, неважно, но это абсолютно взаимоперетекающие вещи. Гармония и алгебра, то есть математика, ну это вообще известно всем, что математика это высшее тоже проявление какое-то, когда она доходит до своей вершины, понимание, она переходит на чувственный уровень практически, тоже искусство. Точно так же, как искусство, но возьмите, вот очень хорошо это заметно по музыке. Музыкальная гармония это абсолютно математическая наука. Там-то уж это точно доказано на волновой природе звука. Волновая природа звука это звуковые резонансы, темпы, ритмы, громкость, амплитуда, частота. Именно они, именно математические величины, накладываясь, резонируя, образуют гармоничные и дисгармоничные звуки. Собственно, мелодии это и есть гармония взаимоперетекающих, правильно построенных, математически правильно построенных звуковых волн. Вот когда касается это музыки, все это понимают. Когда касается это почему-то изобразительного искусства, от этого все отказываются. Так вот, ну с цветом еще как-то люди согласны, что да, там есть цветовой круг, но это физики доказали, да, что есть якобы 7 цветов, хотя их на самом деле, кстати говоря, если делить, то их 6 и 7. Ну так или иначе, есть деление на 3 основных цвета, потом есть составляющие, дополняющие и так далее. Все понимают, что, ну кстати говоря, цвет и свет это же тоже волновая природа и точно так же подвержены гармонии, то есть той же самой, что и звуков, абсолютно та же природа, абсолютно те же закономерности. И вот когда касается дела цвета и света, ну все как-то соглашаются, что да, там заложена какая-то гармония, но не все это изучают, между прочим, и больше отдаются интуиции, я имею в виду колорит работы или выбор цветов, вот, либо ремесленный. Кстати говоря, сегодня я заходил вот в этом, в Лермонтьеве, в торговом комплексе, рекомендую, есть очень хороший бутик, арт-бутик. Я там часто что-то покупаю, вот, и как раз там сегодня я смотрел набор пастели, и если вы обращали внимание, то наборы пастели, есть разных, так сказать, сочетаний цветов. Есть совсем пестрые, так сказать, радужные, а есть подобранные, ну так называемые, там осень, например, да, или весна, или зима, холодные оттенки. Вот просто ты, так вот, просто бери этот набор и ничего больше не добавляя, может быть и не убавляя, вот этим набором рисуй, и все, у тебя получится цветовая гармоничная картинка. Ну, многим будет это необычно, потому что люди привыкли ко всей гамме цветов, а в природе-то ведь не так. Каждый день окрашен своей атмосферой световой. Сегодня пасмурный день, завтра солнечный, и все это накладывает общую тональность, то, что называется колорит. Так вот вам и закономерность. Возьми, отбери отдельные специальные цвета, и у тебя получается гармоничная картинка. А отбор-то этот за счет чего сделан? А он и сделан за счет правильного набора. Вот что такое правильное, что такое неправильное в колорите, это отдельный разговор. Ну, и, кстати говоря, сегодня у нас разговор не про колорит, а про графику. Я отвлекся, но тем не менее, мне кажется, вот это мое рассуждение должно вас натолкнуть на то, что все-таки к рисованию, ну, по крайней мере, опять же, я подхожу сознательно. И все, что я рисую, ну, вот я уже тут много пропустил, так или иначе, все, что я рисую, я могу объяснить. Сейчас попробую все-таки, вернувшись к началу, объяснить. Если вы видели, я заложил основу белой пастелью, просто рисовал белую, и мне даже понравилась эта белая линия на вот этом крафт-картоне, ну, такой сероватой, сероватая бумага, вот белым. И в ней была условность. А уже вот сейчас я туда добавляю, ну, как бы более реалистичные цвета. И мне даже это в себе часто не нравится, что я начинаю уходить от условности и где-то подбираю. Вот здесь трава посветлее, вот здесь позеленее. Вот этот дом, я смотрю, например, там, да, вот он, охристый, и я пытаюсь подобрать эту охру, а это как раз, а это как раз для меня, для графика, не знаю, как там живописцы пусть рассуждают, а для меня вот эта попытка подобрать реалистичный цвет, тот, который в природе, это как раз уход от искусства. Вот поймите главное, потому что главное для меня вот в листе, по-хорошему, если я как бы не нарушаю своих собственных принципов, то главное это создавать собственную гармоничную систему цветовую этого листа. И можно заменять цвета, можно, вот как я говорил, разные наборы пастели брать. Я помню, мне очень, вот сейчас с благодарностью вспоминаю свои занятия вот в новосибирском архитектурном институте, когда мы рисовали пастелью, то преподаватели для того или иного натюрморта просто подходили и вытаскивали кюветы из нашей палитры. Ну, как известно, вот набор красок у всех стандартный, там, полный набор этот знаменитый. А они говорили, вот этот натюрморт, несмотря на то, какой вот он есть, надо рисовать в холодном цвете. Это все это такое упражнение. И подходили и вытаскивали все горячие, теплые, вот эти вот красные, охристые, желтые цвета. И говорили, а вот голубыми этим натюрморт рисуйте. Сначала было страшно непонятно, ну как так, там вот есть красная трапировка, там есть еще что-то там, желтые, а у меня в палитре этого цвета нет. И вот тут возникало самое главное, переход в условность искусства. А вот ты попробуй передать отсутствующие цвета теми ограниченными цветами. И чем мы дальше уходим от реалистичности, тем мы приближаемся к искусству. Это мой афоризм, это я его изобрел. Вот, чем дальше от реальности, тем ближе к искусственности, то есть к искусству. И реальность это естественность, а искусственность это противоположное слово. И как вот сделать на эту тему, которая сейчас передо мной, рисунок графический, создать произведение искусства, так вот надо от естественности, то есть от реальности, уходить в искусственность. Для того, чтобы сделать искусство, значит надо сделать этот переход. Не знаю, понравилось ли или не понравилось, но я, к сожалению, смотрю, уже время выходит. И говорил-то не столько о рисунке, сколько об общих каких-то теориях, но об этом тоже ведь надо говорить, и для этого должен быть повод. Я вот про этот рисуночек все-таки, про композицию самое главное. Видите, я сблизил эти дома, ну вот этот торговый комплекс и этот храм, я между собой сблизил и тот дом, который, если вы посмотрите там на фотографии, я его укоротил и уменьшил. Но это естественно я сделал сознательно, чтобы как-то вот совместить эти две, эти два объема. А домик тот был незначительный и он для меня был длинным. Может быть, как недостаток, слишком я их сблизил, не знаю. Вот я сейчас смотрю, но с другой стороны композиция стала более компактным и смысл вот этого противостояния храма религиозного и храма торгового, двух храмов, храм божий и храм бесовской, мамоны так называемые. Вот эти вот все торговые комплексы я называю храмами мамоны, то есть, ну да, это торгашеские храмы. Вот это противостояние друг с другом я, собственно, и хотел показывать. Это вот то, что называется сверхзадачей, между прочим, помимо прочего. Может быть, ее так сразу явно не видно, но она во мне заложена. Да, вот это одно из сознательных моих, так сказать, действий. А то, что я уже там рисую поверх, это уже отдельный разговор. Я вот там вначале рассказывал о том, что вот этот храм мамоны сегодня появился. Если раньше божий храм осенял политехнический институт, что я уже назвал нонсенсом, то сегодня между храмом божьим, что не так уж, наверное, и плохо, и храмом науки, ведь политехнический институт, он как называется, исследователь. Раньше он назывался научно-исследовательский, сейчас они его назвали национально-исследовательский. То вот появление храма мамоны между двумя храмами, божьим и научным, это знаменательное явление, ну и на этом я вот уже закончил, и времени, как всегда, мне не хватило. Ну, ладно. Всего доброго. На этом сегодняшний урок. По крайней мере, искусствоведческий урок заканчивается. Цветы, да? Играет музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Все, пока